Здравствуйте! Мы находимся с вами в отделе керамики и стекла Государственного исторического музея. И сегодня мы поговорим вот об этом удивительном предмете. Это фарфоровая ваза. Ее назначение прежде всего декоративное, чтобы сразу снять все вопросы о ее, так сказать, принадлежности. В музей она поступила в 1957 году из Государственного музейного фонда. В течение очень долгого времени исследовалось. Было много различных интерпретаций, много различных толкований. На сегодняшний день мы можем сказать, что мы знаем уже об этой вазе очень многое. Предмет уникален, как вы видите, прежде всего с точки зрения и своей формы, и своего декора. Я хотела бы обратить ваше внимание прежде всего на то, насколько пышно он украшен в русском стиле, с очень пышным орнаментом, очень хорошо разработанным. И весь предмет насыщен государственной символикой. Здесь с четырех сторон по тулову идут медальоны, окруженные рельефом. На одном из которых изображение, как вы видите, императрицы Екатерины II. С другой стороны ее вензель. А с двух сторон располагаются медальоны, в которых находится изображение двуглавых орлов, символов Российской империи. Внизу под большими медальонами с росписью обозначены на золоте даты 1762 и 1796 годы правления императрицы Екатерины II. Предмет был изготовлен на императорском фарфоровом заводе в начале 1870-х годов, дата приблизительно 70-71, по модели главного модельмейстера предприятия Августа Карловича Шписа, очень известного скульптора, который занимал должность модельмейстера императорского фарфорового завода с 1853 по 1890 год, чьи работы очень ценила императрица Мария Александровна, супруга императора Александра II. Август Карлович был автором огромного количества самых различных моделей, как скульптуры, пластики фигурные, так и различных предметов, бытовых и декоративных. Вот этот предмет, который мы видим сейчас с вами, один из самых интересных именно с точки зрения создания, поскольку здесь мы смогли определить все источники, на которые опирался Шпис при изготовлении данного предмета, при замысле, при создании дизайна. И начнем мы с вами не с основной части предмета, а с его крышки. Крышка предмета, форма ее, изготовлена по образцу шапки Мономаха второго наряда, которая хранится в оружейной палате. Собственным источником этой формы послужил рисунок в знаменитом издании академика Федора Григорьевича Солнцева «Древности государства российского». Там помещен этот рисунок именно вот в таком вот виде, без собольей опушки, которая была здесь необходима. И написано, что это шапка Мономахова, малого наряда, изготовленная для Петра I для коронации. Действительно, в 1682 году на престоле российском оказалось сразу два государя. Это Иван V и Петр I. И поскольку короновать нужно было обоих, для них были разделены государственные регалии. Шапка Мономаха досталась непосредственно Ивану V как старшему брату, а для Петра I была изготовлена ее, можно сказать, реплика. Эта реплика впоследствии вошла в геральдическую составляющую Российской империи, и в государственном гербе она венчала губернию Херсониса Таврического. Теперь о форме самого предмета, о самой вазе. Вы видите, что она очень необычная. У нее чешуйчатая форма, и это не случайно, поскольку на самом деле основанием для этой формы послужил предмет, который называется алавастр. Алавастр — это предмет религиозный, это предмет культа, христианского прежде всего культа, традиции Русской Православной Церкви. Это сосуд, в котором хранится освященная мир. Салм алавастр хранится в Крестовой Церкви Патриархии, но вот алавастр, который послужил основой для создания этой формы, это подлинный алавастр, который использовался до 1917 года в богослужениях и при освящении мира, в котором хранилась священная мира. Это сосуд, в котором хранилась мира для миропомазания государей при коронации. Повторюсь, что использовалась эта форма до 1917 года. А вот эти чешуйки — это напоминание о том, что сам предмет, который ныне экспонируется в экспозиции Патриаршего дворца в московском Кремле, он изготовлен, он кованый металлический и покрыт такими чешуйками перламутра. И здесь вот это вот все воспроизведено. Интересно, что вот эта форма, и благодаря тому, что она так насыщенно символически, и благодаря тому, что она ну просто очень сложна в изготовлении и очень красива, она, например, экспонировалась на всемирной выставке в Вене в 1873 году. Не эта ваза, но ваза подобной формы в другой росписи. А через 20 лет, в 1893 году, такая ваза, но в другой росписи была подарена в качестве рождественского поднесения импература Александру Третьему. Каждый из них уникален, в том числе и благодаря своей росписи. Каждая роспись существует в единственном экземпляре, как, например, вот здесь. Сюжеты, которые мы видим в росписи фарфора, почти на самом деле, ну практически, может быть, даже и все, которые имеют отношение к 18-19 веку, так или иначе опирались на графические изобразительные источники, либо на печатную графику, либо на гравюру, которой воспроизводили живопись своего времени. И в данном случае это не исключение. Роспись предмета, вот в данном случае портрета Екатерины II, исполнена по гравюре Андре Жозефа Мику. Гравюра эта, в свою очередь, была исполнена с миниатюры знаменитого миниатюриста Беннера, придворного, фактически миниатюриста Александра I, который создал целую эмальерную серию из 24 портретов дома Романовых. И в том числе там фигурировал вот этот портрет, который, в свою очередь, Беннер взял не откуда-нибудь, а с роскошного парадного портрета Жанна Баптиста Лампи-старшего. Портрет Лампи-старшего был выполнен около 1793 года. У нас получается не только предметный разговор наш с предметом, но и, как вы можете понять, многие предметы разговаривают между собой. Те вещи, которые находятся в вооруженной палате и в экспозиции московского кремля, послужили основой для создания вот этого удивительного совершенно изделия, которое впоследствии заняло свое очень важное место в истории российского фарфора. Нам хотелось продемонстрировать именно эту очень важную составляющую вообще фарфорового искусства, потому что искусство фарфора — это, конечно, прежде всего искусство высочайшей культуры, высочайшего не только ремесленного мастерства, но и высочайшей наполненности интеллектуальной. И в данном случае, как мне кажется, мы продемонстрировали это достаточно полно. Субтитры создавал DimaTorzok